Открыли счет на первой минуте. Точнее, шайбу в ворота противника ХК «Саров» отправил на 38-й секунде. Не заставила себя долго ждать и вторая шайба, но гости команды «Автотранс» смогли ответить. Период закончили со счетом 3-2 в нашу пользу. Игра была щедрой на голы. Нападающий Руслан Зазнобин оформил дубль. Честно говоря, игра не совсем пошла по плану, как мы планировали. Допускали очень много ошибок, причем, собственно, неоправданных действий, за что столько пропустили. То есть за 4 игры, мне кажется, вроде, если не ошибаюсь, столько не пропустили, сколько сегодня за одну игру. Сейчас отдохнем, потом посмотрим, разберем ошибки. Пропустили много, но шайб в ворота противника забросили еще больше. Финальный счет встречи 9-7. Бурная поддержка болельщиков была не только у нашей команды. Гол играющего тренера Игоря Сиротинина встретили аплодисментами. В 2000-х годах Игорь играл за наш хоккейный клуб. Я всегда с теплотой вспоминаю Саров. Здесь была очень хорошая команда, всегда очень хорошая атмосфера. Здесь всегда очень много народу и все доброжелательно болеют. И я не слышал никогда каких-то грубостей или оскорблений в адрес там даже противников. И только вот у меня волос не очень и шапки нет, а так бы я снял шапку перед болельщиками с Саровскими. Они вообще молодцы. В холле Ледового дворца для болельщиков устроили настоящий предновогодний праздник. Здесь отмечали день рождения Деда Мороза. Сказочный персонаж встречал саровчан, которые пришли поддержать наших ребят. Розыгрыш призов, грим, конкурсы от Дедушки Мороза создали неповторимую теплую атмосферу. В конце игры на лед бросали плюшевые игрушки. Их организаторы праздника подарят тем детям, чьи папы сейчас находятся в зоне СВО. И плюс еще сегодня также здесь была корзина добра и от команды, и от болельщиков. В эту корзину добра попали медикаменты для госпиталя в Мариуполе. Дорогие болельщики, приглашаю всех вас на нашу игру 9 декабря. Приходите, мы играем против Сеченова, нам очень нужна ваша поддержка.